Добрый день! Хочу проинформировать пользователей приложения Ашим и Каскада двух версий Матбас и ПРО о ближайших планах развития приложения. Мы будем улучшать дизайнерские возможности приложения. Что имеется ввиду? Мы вернемся к сетке на экране, в том числе, у которого можно будет более точно размещать компоненты на экране, что улучшит отображение их на экране. То есть компоненты станут тогда ровными и упростится процесс их выравнивания. Что еще будет сделано? В ближайших версиях мы планируем ввести внутренние переменные для работы со схемами. внутренние переменные будут универсальными. Это будут входные и выходные переменные. Тип переменной выбирает пользователь. Переменные могут иметь буквенно-циферное обозначение. Они предназначены для соединения элементов функциональных блоков в схеме, что упрощает процесс нарисования схемы. Не нужно будет помнить системные регистры их номера, хотя они остаются, то есть прямая адресация использования системных регистров энергонезависимых остается. Дополнительно вводятся переменные, которые не будут являться энергонезависимыми. Они лишь нужны для более простой для улучшения читаемости схемы, уменьшения линий связи и упрощения создания самой схемы. Затем планируем создать возможность по использованию макросов. Мы вводим такое понятие как макросы, то есть это фрагмент электрическая схема, которая включает элементы, функциональные блоки и связи между ними, в том числе и внутренние переменные для тех проектов, где имеются части схемы, которые повторяются, или например пользователь хочет создать собственные элементы или функциональные блоки на базе имеющихся, тогда он может создать макрос, сохранить его и затем использовать во всех своих проектах. То есть таким образом упрощается процесс создания схем уменьшается площадь занимаемой под схемой, ибо эти схемы будут оформляться в виде макросов, то есть такая будет возможность, что опять же придаст схеме законченный вид и упростит создание нарисования таких схем. потому что еще раз напомню у нас приложение это не только панель управления с индикаторами и кнопками, но еще прежде всего это мини-скада, который позволяет отображать тренды, архивировать данные и так далее, но еще и микро-ПЛК, то есть есть задачи, где простейшие арифметические да и математические функции можно реализовать на самой панели, разгрузить контроллер, ну есть задачи, где вообще контроллеры не требуются, таким образом это все можно сделать на самой панели, это своего рода получается СПК микро-ПЛК, то есть это сенсорно-панельные контроллеры, то есть достаточно будет иметь не какие-то внешние сложные контроллеры, а просто модули ввода-вывода и управлять или отображать с панели какими-либо процессами, ну естественно, что здесь требуется индивидуальный подход при создании таких систем, но в основном это какая-то предобработка или постобработка информации с контроллера, вот там и нужны иногда бывают какие-то преобразования, которые можно спокойно выполнить с помощью элементов и функциональных блоков, заложенных в приложении Ашми Каскада. Ну, это, пожалуй, и все из крупных таких нововведений, которые будут реализованы в ближайших версиях есть еще много очень планов, но о них будет сказано позже, когда уже поближе перейдем к их реализации. А вот на ближайший месяц я вам предоставил информацию о том, чем мы занимаемся и будем заниматься в ближайшие дни и недели. Спасибо, на этом все.